Всем привет! Приближается самый волшебный и долгожданный праздник – Новый год. Нужно как следует к нему подготовиться. На канале выходят мастер-классы новогодней и зимней тематики. Мы создадим с вами украшения для волос, а также украшения для декора рабочего стола и новогодней елки. Все украшения для волос будут в единой цветовой гамме и прекрасно сочетаться между собой. Сегодня я покажу, как сделать нежные резиночки-снежинки, которые мы украсим шишками и сахарными ягодками. Давайте начнем! Все квадраты ленты складываем по диагонали, затем складываем их еще раз. Получаются треугольные заготовки. Накладываем получившиеся заготовки одна поверх другой, так, чтобы верхушки находились на одном уровне. Аккуратно соединяем края и поправляем все слои ленты. Обрезаем кончик и низ лепестка. Обрабатываем над огнем. Расправляем наш лепесток и при желании можно зафиксировать клеем верхушки лепестка. Из маленького квадрата ленты складываем круглый лепесток канзаши. Эту заготовку мы будем вклеивать в многослойный лепесток. При вклеивании этой заготовки у меня немного съехала белая верхушка лепестка, но ее смело можно подредактировать горячим клеем. Для основного цветка нам потребуется 8 таких лепестков. Я люблю собирать такие цветы по половинкам. Сначала склею 4 лепестка, а потом приклею вторую половинку. Сразу фиксируем получившуюся заготовку на фетровой основе. Из маленьких квадратиков сделаем двойной круглый лепесток канзаши. Именно из этих лепестков будет состоять верхний ярус цветка. Нам потребуется сделать 8 таких лепестков. Низ лепестка я обрезаю ножницами и обрабатываю поочередно зажигалкой. Терморезкой это сделать не получается. Также склеиваем лепесточки между собой и потом склеиваем две половинки. Когда склеиваем лепестки по кругу, всегда выравниваем их по верхнему краю. Теперь можно соединить две детали. При желании центр нижнего яруса можно закрыть фетром. Из маленького квадрата парчи складываем острый лепесток канзаши. Их также потребуется сделать 8 штук. Сделаем подложку для этого лепестка. Из отрезка ленты складываем плоский лепесток канзаши. А затем вкладываем в него маленький лепесток. Музыка. 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 Такие лепесточки мы вклеиваем между лепестками нижнего яруса. Эту композицию я решила дополнить шишечкой и сахарными ягодками. При желании ее можно украсить тычинками или кружевом, или оставить без изменения. Вклеиваем декоративные элементы сбоку композиции. Дополним композицию острыми лепестками, которые сделаем при помощи паяльника. Я использую репсовую ленту с люрексом, но также подойдет и атласная. Дополним композицию острыми лепестками. Вклеиваем эти лепесточки между лепестками нижнего яруса. подбираем и приклеиваем красивую серединку. Осталось зафиксировать композицию на основе. я выбрала резинку для волос. Вся композиция выполнена в бело-голубом тоне с использованием парчи. В прошлом году я уже показывала мастер-класс по изготовлению заколки автомат. Резинки и заколка прекрасно сочетаются. В описании я обязательно оставлю ссылочку на этот мастер-класс, а также ссылка будет в конце видео. вот и готовы наши зимние резинки-снежинки. Эта же композиция прекрасно будет смотреться в красно-зеленом тоне. видео. Спасибо за просмотр! Пишите в комментариях, какие новогодние мастер-классы вы хотите видеть на моем канале. Если понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, мне будет очень приятно. Увидимся скоро, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!